Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, что я веду канал о том, как создавать источники пассивного дохода, и вы знаете, что я всем рекомендую вкладывать фондовый рынок в акции, в различные облигации. Все говорят, да, облигации – это маленькая доходность, акции могут и упасть и так далее, но акции приносят дивиденды, и я буквально сегодня или вчера решил посмотреть, какие же максимальные дивиденды можно получать с акцией. Все, кто открывает брокерские счета, по моей рекомендации, очень много, уже больше 200 человек открыло брокерские счета, по моей рекомендации, именно в открытии. Вот, и когда я рассказываю, вот на своем курсе «Биржа для чайников», кстати, вы видите ссылку на него прямо сейчас, в правом верхнем углу, буквочка «И», значочек, вы наведете туда мышь, и там выскочит соответствующее меню, вы сможете перейти и записаться на очередной курс «Биржа для чайников». Сейчас не об этом, да, сделайте это, пожалуйста, вот, а сейчас о том, что какие же дивиденды можно получать от акций. И давайте сейчас войдем в личный кабинет, я уже вошел в личный кабинет открытия брокер, и там есть такой раздел, давайте смотрим. Вот, посмотрите, личный кабинет открытия брокер, здесь обзор 360, который, так сказать, мы всегда смотрим, торговля, зачисление, переводы, я об этом рассказываю, терминалы, я об этом рассказываю на своем курсе «Биржа для чайников», отчеты и налоги тоже рассказываю, а вот здесь есть такой раздел «Аналитика», и в «Аналитике», которую мы не очень-то смотрим, есть инвестиционные идеи, есть обзоры рынков, вот, инвестиционные идеи, про которые у меня спрашивают, где ты берешь инвестиционные идеи? Да вот же они, вот они, вот, ГБП, Евробонд, Файнанс, ПЛГ, это, что такое ПЛГ? Это Полюс Голд, Полюс Голд, Еврооблигация, которая на базовый актив Полюс Голд, Полюс Золото, компания. Вот инвестиционные идеи, значит, есть актуальные, есть закрытые и так далее, то есть какие они приносят доходности, об этом я сейчас не буду говорить, есть обзоры рынков, то есть что считается наиболее приоритетным? Сейчас я, вот здесь есть такой календарь дивидендов, вот мы входим в календарь дивидендов, и здесь столбцы, значит, компании, ожидаемая дата закрытия реестра, ну, все, кто был на курсах биржи для чайников, все знают, что это такое, ожидаемая дата выплаты, тоже все понимают, что это такое. Цена, это текущая цена акции, ожидаемые дивиденды, ну, вот ожидаемые дивиденды, которые ожидаются, и ожидаемая дивидендная доходность, вот это самая интересная графа, смотрите, 10,13% по ФСК ЕС, и если мы нажмем на любой из этих столбцов, то будет отсортировано именно по этому столбцу, давайте щелкнем по ожидаемой дивидендной доходности. Это сначала было в порядке убывания, сейчас в порядке, а, в порядке возрастания сначала было, сейчас в порядке убывания, смотрите, Сургут, нефтегаз, 16,24% дивидендная доходность, То есть мы вкладываем деньги и получаем 16,24% годовых от суммы вложения, 16,24% сравните с депозитом в банке, минимум в два раза больше. Вы это видите? Сургут, нефтегаз, акции привилегированные, вот вам идея. ПАО, МРСК, Центра и Приволжья, 15,85% дивидендная доходность. Что такое МРСК? Это распределенность, сетевая компания, ну, так сказать, электричество продает, в которой все население платит за электричество, это Центра и Приволжья. Вот такая группа ЛСР, 14,22% годовых, дивидендная доходность. Акционерная нефтяная компания Башнефть, акции привилегированные, 14,03% дивидендная доходность. МРСК Волги, аналогичная МРСК Центра и Приволжья, соответственно, 13,71%. Это все еще выше, чем депозит в банке, значительно выше. Башнефть, акции уже не привилегированные, а обычные, 13,37%, ну, чуть меньше, чем по привилегированным, что логично. Мост Отрест, наш любимый Ротенберг, 1,83%, ну, я не знаю, по-моему, Ротенберг там. Сбербанк, акции привилегированные, 10,83%. Ребята, я советую подумать, куда вкладывать деньги, в Сбербанк, то есть, как клиент Сбербанка, либо в акции Сбербанка, вы становитесь совладельцем Сбербанка и получаете акции привилегированные, то есть, вы получаете, соответственно, 10,83% дивидендной доходности. Что такое акции привилегированные, я рассказываю на курсах, чем они отличаются от акций обыкновенных. Ну, разница небольшая. Следующая. ФСК ЕС, 10,13%, а ФК-система, 10% годовых. Это все еще выше, чем... Посмотрите, сколько вариантов, куда вложить деньги, и дивидендная доходность выше, чем в банке. За ФК-системой следует Сбербанк обыкновенной акции, и потом Московская биржа, 9,26% годовых. Ну, и из этих акций у меня в портфеле есть Башнефть, из этих акций у меня есть Сбербанк, обыкновенные акции, и Мосбиржа у меня тоже есть. Power of Lot, 8,9% годовых, дивидендная доходность. Вот такая. Банк ВТБ, он у меня есть в портфеле, 8,86% дивидендная доходность. Все еще выше, чем банковская ставка. И следующая, 8,4% по ОМТС, мобильные телесистемы, то же самое, сотовый оператор, он у меня есть в портфеле, 8,4%. Северсталь, 7,95%, Русгидро, Газпром, 6,78%. Газпром традиционно платит очень маленькие проценты, пока дивиденды очень маленькие платят, но у Газпрома, я считаю, что есть потенциал роста. Мус Энерго, 6,40%. Дальше уже ВСМПО Ависмо, это та самая, которая делает для американских Боингов из титана детали. Транснефть, 5,83%. Дальше уже по уменьшению, уже не так привлекательно с точки зрения дивидендной доходности. Но это не значит, что их не надо брать, потому что есть потенциал роста хороший. Вот, например, Распадская, она никогда не платила дивиденды, но собирается. Или вот Новотек, например, который просто как акции выросли за последний год на 49%. Акции Новотек выросли на 49% за прошедший год. Все говорят, что все падает, все падает. Новотек, 49% рост акций. Друзья мои, всегда надо искать позитив для инвестиций, и всегда можно найти такие позитивные инвестиции. Посмотрите, на первом месте PREF и Сургут нефтегаза, 16,24% годовых. Я еще раз повторяю. Вот, и я надеюсь, что это было полезно. Видео, что вот, пожалуйста, руководство к действию. Я показал, где это смотреть, как открыть брокерский счет. Я рассказываю. Пожалуйста, перейдите, вот опять же, так сказать, буквочка И. Вы видите там, перейдите туда. Там модельный портфель, это абсолютно бесплатно. Бесплатно вы получите там несколько видео. Будет по поводу того, абсолютно бесплатно, еще раз говорю, как открыть брокерский счет, как его пополнить. Вы все-все-все будете знать. Но покупать через терминал вы не сможете. Это нужно уже брать платный курс биржа для чайников. Там целый месяц я рассказываю о том, во всех тонкостях, про терминал, как его настраивать, как покупать акции, что это такое и с чем их едят. А для того, чтобы просто, ну, однократно купить вот какие-то акции, терминал не нужен, можно просто бесплатно открыть брокерский счет, купить вот то, что я сказал, посмотреть, у вас будет такой же личный кабинет, как и у меня. Вы сможете это сделать буквально по телефону, без установки биржевого терминала, если вам это, ну, сложно покажется. Многие не очень хорошо владеют компьютером, но если вы владеете, не очень хорошо владеете компьютером, это не значит, что вы не хотите, чтобы ваши деньги росли, не так ли? Вот, вы же хотите, чтобы ваши деньги росли, вы же хотите, чтобы ваши деньги росли быстрее, чем депозит в банке. Вот вам руководство к действию. Вот, буквочка И, нажимаем, биржа для чайников, и модельный портфель бесплатно, а курс биржа для чайников, там уже за какую-то небольшую, очень небольшую плату, я вам точно скажу, потому что, ну, целый месяц занятий, три раза в неделю, по два часа, всего там за 4, 5, 6 тысяч, это, это мелочь, за это берут 50 тысяч обычно. Поэтому, я вам рекомендую, и, ну, это действительно лучшее, так сказать, предложение, которое есть. Надеюсь, это видео было вам полезно, поделитесь этим видео с другими, своими друзьями, посоветуйтесь с ними, и до встречи. И удачных вам инвестиций. Я буду держать вас в курсе инвестиционных идей постоянно. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok